Вопреки мнению многих родноверов, лес населяют не только лешие, но и множество других представителей неизвестного народа. Одним из них является маховик. Встречается он в рассказах стариков Смоленской и Новгородской области – Вологачины. Выглядит он обычно как старичок, да ростом он невелик, всего с четверть аршина, меньше 20 см, поэтому отличить его от человека совсем несложно. Как и понятно из названия, обитает преимущественно во мху, а также на маховых болотах. Причём мох является не только домом для маховика, но ещё и излюбленной едой. Как говорят в Оланецком крае, Карелия, маховик является самым маленьким и слабым из представителей нечистой силы, населяющей лес. Поэтому он подчиняется непосредственно хозяину-лешему. При этом функция его та же самая, как и лешего защищать лес. Немало сохранилась легенд о том, что к людям, которые неправильно вели себя в лесу, прямо из-под земли выходил невысокий старичок, который укорял их, говорил, что поступают они неверно, обижая лес и его обитателей. А вот легенд о том, чтобы он придушил человека во сне, запутал или просто сбился, следа не сохранилась. Впрочем, это вовсе не означает, что маховик настолько слаб и беспомощен, что к его просьбам можно относиться неуважительно. Что интересно, появиться перед человеком, вредящим лесу, маховик может не только в облике крохотного старичка, но и как свинья или баран. В том образе он значительно агрессивнее. Поэтому, приходя в лес, стоит помнить, что вы находитесь не просто в месте, где растет много деревьев. Вы пришли в гости, причем не только к зайцам, белкам, кабанам, волкам и медведям, но и к другим существам, о которых люди знают значительно меньше. И чтобы уйти отсюда, собрав грибы или ягоды, добыв птицу или зверя или же просто получив максимум удовольствия от отдыха, не лишним будет продемонстрировать уважение не только словом, но и делом.